Всем доброе утро! Сегодня у нас 22 мая. Распускаются потихоньку оставшиеся тюльпаны. Мы, так сказать, гуляем, делаем прогулку по территории Сирень. Потихонечку-потихонечку распускается, но очень-очень медленно. Смотрите, бабочка села на Сирень. Попробую снять вам ее. Такая красота, правда? А вот там пчелка, а тут вот бабочка. Очень-очень красиво. Не знаю, улетит, нет? Она перевернулась. Не буду ее трогать. Пускай там, смотрите, вот там вдалеке распускается каштан. Сейчас входим к нему. Сегодня воскресенье. Праздник. Делать особо нечего. Да, и впереди у нас с вами тяжелая, но насыщенная неделя. Рябина тоже зацвела. Смотрите, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Красота, правда? Пойдемте с вами дальше. Вот такие вот тюльпаны. Не знаю, Фокс, у меня вряд ли телефон поймает. В последнее время он не любит этим заниматься. Вот они, они как гвоздичка. Соседский кот пристроился тут кушать рыбу. Ему очень нравится рыба. Цветочки как-то поживают плохо. Морозы им не нравятся. Ну ладно, посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Добрый вечер. У нас сегодня уже 23 мая. На улице у нас жуткий ветер. И холод. Всего лишь 8 градусов тепла. Ну что ж, а мне сегодня подкинули интересную идею. По вязанию зайчика. Я долго думала, как мне связать зайчика. Схема для меня совершенно новая. Как новая. Неизведанная, я бы сказала, даже моему уму. Потому что эту схему я буду придумывать сама. В интернете, конечно, море схем по вязанию зайчиков и кроликов, кого угодно. Но, знаете ли, как-то брать чужую схему, ее рассказывать в видео, как ее вязать, но не очень-то красиво. А так, своя схема будет. И опыт, как вязать. И работу над ошибками можно в любое время произвести. Я вот связала уже одну лапку. Зайчик, нижний. Ну, не знаю. Не знаю, вроде нормально. Мне так кажется. Вижу вот вторую. Посмотрим, что из этого получится. Сегодня такой короткий блог. Ну, как короткий, больше разговорный, не знаю. Немножко поснимала кота своего. Вставлю в видео после. Так уж. Всем хорошего настроения. Отличной рабочей недели. Всем пока-пока. Продолжение следует.